А вы помните, как Путин говорил, что не будет повышения выхода на пенсию? И что? У меня вырезка есть газетная, где он это все опубликован. И что? То есть он одно говорит, потом делается другое. Но он может сказать, ну вот такая же, и такие обстоятельства. Ну нечего тогда высовываться и молчи тогда. Почему у Путина нет оппозиции? Ну потому что всех прикормили и не дают слова сказать. Выйти на улицу нельзя. Вы посмотрите, что в Германии творится. Вышли трактористы, все перекрыли, никто их не арестовывает, ничего. Вы помните, лет пять назад у нас трактористы пошли с Краснодарского края, тоже хотели до Москвы дойти, в знак протеста. И что? У нас в области, это писали, это не скрывают, у нас в области их остановили, зачинщиков, скорее всего, арестовали, а остальных домой отправили. И никто не поддержал. А в Германии вот этих сельхозработников, сельхозпроизводителей поддерживает сейчас. И, по-моему, железнодорожники их поддерживают, и многие рабочие на заводах поддерживают. У нас же ничего, понимаете? У нас все боятся, сидят. Вот я говорю, я бабушка, мне терять нечего. Мне восьмой десяток лет. Ну, арестуют меня и что? С меня нечего взять, у меня пенсия 12 тысяч. Попробуйте прожить на 12 тысяч. Хорошо, муж, металлург в прошлом, заслуженный, почетный металлург, около 30 тысяч. А я бы одна разве смогла прожить на такую пенсию нищенскую. Это вообще. Мне на лекарство идет тысяч семь в месяц. А на что жить? А квартира? Это безобразие одно. А как вы думаете, почему нет оппозиции, где оно все? Оппозиции нету, ну, не знаю. Задавили всех. Кто голову высунет, всех давит. Кто высунет, всех давит. Потому что вот наша власть, она прикормила милицию, ФСБ, всех там прикормила, опричников. Чуть что народ сбунтуется, сразу пошлют на нас. И скрутят бараний рог. И все. А как вы думаете? Вот смотрите, наш Владимир Владимирович, у власти сколько лет уже? Лет 20? Меньше? И что? И что, лучше жить стало? Вот мы, например, пенсионеры, не ощущаем, что лучше стало жить. Жить стало не лучше. Значит, вывод какой? Если жить простому человеку, пенсионеру, ну, в данном случае, не знаю, может, студенту, у нас нет, к счастью или, к сожалению, детей у нас нет. Поэтому нам терять абсолютно нечего. Нам, например, пенсионерам, жить лучше не стало. Казалось бы, вывод простой. Если жизнь лучше не стала, значит, нужно менять власть. Нужно менять президента, нужно менять министра. А ничего не меняется. Ну, вообще, пит какой стало? Все в столовой, как ресторанная цена. Мы вот лет 10 назад, мы свободно ходили обедать в Кавкат. Мы сейчас не можем, мы покупаем один пирожок и чай. Но больше у нас денег не хватает. Так это что, лучше жизнь стала? А вы посмотрите, город какой, все в развале. Вы посмотрите, собак, сколько на улицах. Это же кошмар. А началась военная операция. Над нашим домом прямо вот крышу заденет, самолеты летали. А как вы считаете, должна быть сменяемость власти? Должна, еще как должна. И сменяемость депутатов. Но для этого, я не знаю, у нас ничего не будет. Потому что, я же говорю, власть всех прикормила. Всех вот этих военные силы все.